всем привет апрель 2015 года в стране кризис на востоке война а в киеве презентация нового mercedes maybach ну что же я почистил от пыли свой пиджак и решил для начала вспомнить что же такое майбах история марки майбах началась в 1919 когда известный разработчик двигателей для дирижаблей вильгельм майбах решил начать выпуск собственных автомобилей уже тогда главный акцент был сделан на роскошь эксклюзивность и мощность вскоре на свет появились такие легендарные модели как майбах w5 модель 12 цеплин ds 7 и ds 8 которые были на то время самыми дорогими автомобилями в германии фирма работала достаточно успешно и за 20 лет собрала более 2000 автомобилей однако вторая мировая война вынудила компанию полностью переквалифицироваться майбах стал монополистом по поставке рейху моторов для военной техники в том числе для танков тигр и пантера за время войны было выпущено 140 тысяч моторов после второй мировой дела компании пошли на спад и уже в 1960 после смерти карла майбаха завод был выкуплен компания daimler и на нем начали производить дизельные двигатели лишь спустя 40 лет компания mercedes-benz решила возродить люксовый бренд чтобы конкурировать с роллс-ройсом благодаря этому в 2002 году в производство были запущены уже современные модели майбах 57 и 62 немного напоминавшие с класс 2007 их сменили доработанные версии с индексами с а в 2009 версии цеппелин но несмотря на роскошность и мощность автомобилей спрос на них не оправдал надежду и уже в 2012 было решено закрыть проект майбах и уступить этот сегмент топовым версиям mercedes с класс а также спецверсии пульман однако не прошло и двух лет как снова поползли слухи о возрождении бренда майбах честно говоря приехав на презентацию мы не сразу заметили виновника торжества это не дешевый ресторан и с класс здесь частый гость но это не с класс это новый майбах да еще до официальной премьеры mercedes майбах с класс на автосалоне в лос-анджелесе стало понятно что отныне майбах перестает быть отдельной маркой и что с класс не последняя модель mercedes которая получит многообещающую приставку название вся суть новой модели кроется вот в этом месте очень символично теперь майбах это прежде всего mercedes я надеюсь что маркетологи очень хорошо подумали над вопросом какая эмблема будет находиться на этом месте хотя с другой стороны они возможно догадывались что буквально через несколько недель после появления в салонах этого автомобиля на рынке перова появятся логотипы с буквой м и может быть даже золоченая и так главное отличие майбах с класс от обычного мерседеса в кузове логик это еще больше удлиненная база плюс 20 сантиметров которые кстати достанутся исключительно ногам задних пассажиров доводчик двери прям как в новой шкода октаве ну да здесь он работает конечно же потише так мы садимся или правильнее сказать положимся внутрь и продолжаем искать отличия от стандартного из класс то есть то за что мы собираемся переплачивать а за что за понты за логотипы эмблемы и надписи вижу одну на центральном тоннеле одну над пепельница и логотип на подлокотнике других визуальных отличий здесь фактически нету ну разве что увеличенное место длинок позволило сделать раскладываемым также и пассажирское сидение ну и кроме этого для покупателей майбах доступно несколько эксклюзивных опций например таких как полностью серебряные фужеры в подлокотнике да здесь он их у нас нету но опция интересная то есть таким образом видимо мерседес хочет расширить свою аудиторию за счет представителей православной церкви я думаю они это оценят итак да сидя в салоне я могу уже уверенно констатировать что новый майбах это скорее особая версия или особая комплектация mercedes-benz s-class то есть амг для спортсменов майбах для лентяя но интересно другое разница в цене всего 10-15 тысяч евро за удлиненную базу и пару дополнительных опций а это уже интересно ведь всего лишь 10-15 тысяч евро за такие понты это у нас оценят и теперь мы плавно переходим к ценам и так машина с двигателем 4 7 литра то есть с 500 будет стоить от 150 тысяч евро в 12 6 литровым мотором это 208 тысяч евро наша машина с добавленными опциями правда не могу сказать с какими 230 тысяч евро то есть фактически мы можем заметить что этот автомобиль по своему ценовому сегменту попадает между топовыми версиями audi a8 mercedes-benz s-class и bmw семерка и и следующими уже более дорогими bentley rolls-royce и так далее то есть это та ниша которая до этого можно сказать было не занята то есть вот пропасть ценовая видимо на это и хотят сделать такой вот главный акцент соответственно можем сделать вывод что mercedes-benz maybach сейчас заберет клиентов скорее не у других брендов а все-таки у стандартного s-класс который до этого заказывали в основном в максимальных комплектациях знаете увеличение пространства для ног задних пассажиров которая фактически сдвигает владельца автомобиля назад очень символично это как пропасть между богатыми и бедными которая постоянно растет пропасть между водителем и владельцем этого автомобиля вы знаете в отличие от владельцев стандартных s-классов вряд ли кто-то из покупателей maybach когда-нибудь заинтересуется или узнает как рулится этот автомобиль это как-то совсем не по фэн-шую да и честно говоря для меня это сейчас не очень интересно потому что теоретически мы прекрасно понимаем что он будет рулиться так же как и s-класс потому что технически автомобили идентичны та же подвеска те же возможности комплектации полным приводом моторами и коробками передач в итоге главной визитной карточкой maybach для прохожих то есть снаружи станет вот эта часть автомобиля фирменная эмблема и немножко обрезанная дверь которая в итоге дает такое окошко но еще в пресс-релизах можно прочесть об особенных хромированных деталях колесных дисках и надписи maybach но по моему все это не настолько особенно чтобы выделить заднюю часть этого автомобиля из общей черной массы с-классов многие из которых к тому же пестрят дополнительным хромом не меньше чем наш maybach